Здравствуйте! Я Козлова Юлия Михайловна, учитель географии и химии школы номер 10 города Кировска. И сегодня мы с вами посеем огурцы. Еще одним способом. Это еще один способ посеять огурцы. Про этот способ мне рассказала Татьяна Васильевна Романова. Она у меня в консультантах на заставке. Для этого нам понадобится плошка, но на этот раз с дренажом. То есть внизу надо сделать отверстие. По моему опыту лучше все выращивать в емкостях с дренажом. Из-под чего угодно, из любого сетевика. А вот сами емкости мы заполним кокосовой стружкой и опилками. Одни семена будем проращивать в опилках, а другие в кокосовой стружке. Где взять кокосовую стружку? Кокосовая стружка продается в виде вот таких брикетов в магазинах, там же где продаются семена, грунт. Все для дачи и для огорода. Еще она продается в зоомагазинах. Но в зоомагазинах она обычно дорогая. К тому же в зоомагазинах часто продается импортная стружка. Она очень дорогая. Нормальная цена такого брикета в пределах 100 рублей. Этот брикет вы замачиваете в воде и получаете вот такое ведро кокосовой стружки. Эту кокосовую стружку используют для того, чтобы содержать улиток охотин. Ну или еще каких-нибудь таких тварей. Но для огородников это тоже очень полезная вещь. В одну плошку мы насыпали опилки, а в другую плошку мы насыпали кокосовую стружку. Ну и конечно этикетки. Емкости у нас мелкие, поэтому этикетки понадобятся небольшие, совсем маленькие. Их тоже можно нарезать из подручных средств. Для начала конечно сбрызгиваем. Теперь маркируем. У меня три сорта. Делаем три бороздки. Просто, чтобы наметить, куда будем класть семечки. Сеем. Здесь 10 семечек. 5 я посею в опилке. 5 я посею в кокосовую стружку. Теперь, когда семена посеяли и чуть присыпали их тем же самым грунтом, сбрызнем. После того, как семена посеяли, берем и засовываем их в пакет. Просто засовываем плошки в пакет, чтобы грунт не пересыхал и чтобы наши семена не высохли и не погибли. Теперь поставим их на батарею. Пускай греются и прорастают. Считается, что огурцы капризные растения. Не любят пересадку и не любят пикировки. Но на самом деле это не так. Если проросшие семена с комочком земли перенести в емкость побольше, они прекрасно приживутся. Даже сломанные растения удается иногда реанимировать и получить с них урожай. Огурцы достаточно живучие. Я не знаю, что получится из этого опыта. Я думаю снять отдельный ролик про рассаду, которая выросла. И цветы, и капусту, и свеклу. И прокомментировать, что же в конце концов получилось. Итак, мы с вами сегодня посеяли огурцы еще одним способом. Если он кому-то понравится и пригодится, я буду рада. Желаю всем отличного урожая. Ставьте пальцы вверх или вниз. Пишите комментарии. До новых встреч!